Всем нихао, голдфрендяо, вы на канале Влад Ленин Плей, ииии... Как всегда, в Хоукинсе творится всякое. Начнём с того, что Гейтен Моторадзе рассказал, что актёры сериала уже получили наконец-таки на руки сценарий финального эпизода, пятого сезона, и даже провели его читку. А Дэвид Харбор, в свою очередь, по этому поводу поделился своими впечатлениями от этого события, рассказав, что атмосфера там была настолько эмоциональной, что слёзы лились рекой. Если вы думаете, что видели самые эмоциональные моменты в шоу в прошлых сезонах, то просто подождите. Актёр подчеркнул, что финал пятого сезона, то бишь восьмая серия, это лучший эпизод из всех, что они когда-либо делали. А на последних двадцати минутах изучения сценария весь актёрский состав был в слезах, и особенно это коснулось Нуашнапа. Короче говоря, финал, судя по всему, будет поистине душесчипательным, и даже самые бывалые борцы с изнанкой не сдержат своих эмоций. Тем временем в реальности обычным фанатам, не читавшим сценарий и не знавшим финал, тоже довелось испытать небольшое эмоциональное потрясение ещё до выхода сезона. Дело в том, что здание школы, которое служило декорацией для сериала, подверглось тотальному демонтажу, то есть сносу. Причём, стоит отметить, что сама Нетфликс к этому, скорее всего, не имеет никакого отношения, просто к такому решению пришли сами владельцы Земли и всех этих построек. Поэтому ничего не попишешь, и фанатам, которым повезло относительно близко проживать рядом с этим местом, ничего не остаётся, кроме как растаскивать обломки на сувениры, пытаясь сохранить хоть маленькую частичку некогда культовой школы Хоукинса. Конечно, это печально, но самое главное, что школа Хоукинса навсегда отпечатается в самом сериале, и в пятом сезоне мы ещё обязательно на неё посмотрим. К слову, в этом плане некоторые фанаты предположили, что было бы прикольно, если бы в финале, в ходе сюжета, то есть истории, школа действительно бы пострадала, и её разрушили бы либо монстры из изнанки, либо она бы просто провалилась в одну из расщелин, образовавшихся в ходе проникновения потустороннего мира в наш реальный. То есть, по факту, это было бы сродни тому, как для съёмок последней части Гарри Поттера были разрушены декорации Хогвартса, которые простояли более десятка лет. В общем, прикольно. Ещё одним, казалось бы, знаменательным событием последних месяцев для фанатов сериала должно было стать мероприятие Netflix Geeket Week, которое прошло в середине сентября. Но, увы, мероприятие прошло, а конкретной информации было минимум. Показали лишь небольшой ролик с экскурсией по съёмочной площадке, который я успешно озвучил, можете глянуть его либо в паблике ВКонтакте, либо на канале. Но в остальном, что касаемо каких-то подробностей сюжета, тизеров, анонсов и тому подобного, по нулям. Скорее всего, как предполагают всё самое интересное, Netflix приберегает на день очень странных дел, который пройдёт 6 ноября. И вот там-то уж должны будут, или я бы даже сказал, обязаны будут что-то показать. Потому что, ну сколько можно ждать-то? Собственно, мы и не будем. И сегодня, в преддверии этого события, ожидая, что мы получим новую официальную информацию, раскрывающую больше подробностей о событиях сезона, отметим самое примечательное, что было замечено за последние месяцы, а также структурируем всё, что на основе сливов и предположений на данный момент известно фанатам по поводу военных, учёных и всего того, что там творится в центре Хоукинса. А, помимо всего прочего, спонсором данного ролика является Верный Подписчик. Верный Подписчик, твори веселей, будет поддержка, поможем скорее, Верный Подписчик. Помогает только в случае, когда больше некому и даёт надежду на светлое будущее канала. Перед использованием проконсультируйтесь с отсутствием монетизации. Для получения дополнительных бонусов в виде раннего доступа к контенту, озвучкам, переводам и артам, что нет на канале, переходите на мою страничку в Бусти. Итак, начнём с того, что недавно поступила серия фото с площадок, где снимали школьный интерьер. Эти фото, как говорят, относятся к декорациям начальной школы Хоукинса, которые будут использованы для съёмок флэшбэков с Уиллом Байерсом и его друзьями, когда они были детьми. Если что, напомню, что ранее стало известно, что на проекте проводился кастинг, в ходе которого съёмочной команде сериала предстояло подобрать детей на роли 8-летнего Уилла Байерса, Майка Уиллера и 13-летнего Джонатана Байерса. Так что это более чем официально, поэтому такие моменты в сезоне точно будут. Плюс эти декорации также будут использоваться для съёмок с Сэнс Холли и её одноклассникам, новым персонажем сезона Пухленьким Дереком. Самым интересным, что в области этих декораций засняли папарацци, оказалась листовка, на которой было указано, что школьников и их родителей приглашают отпраздновать День Благодарения в школьном спортзале 25 ноября 1987 года. Фанаты таким образом вновь убедились в своих догадках о том, что главный год финала это 87-й, плюс укрепилась вера в то, что сам сезон выйдет в ноябре 2025-го. От того ожидания грядущего 6 ноября ещё больше интригует. Ещё из относительно недавнего и не менее интригующего стало известие о том, что для шоу проводится ещё один кастинг на роль юной дочери Хоппера Сары, которая появлялась во флэшбеках первого сезона. Съёмки этого момента с Сары пройдут где-то в период с текущего октября по ноябрь, и что особо примечательно, утверждают, что появление этого персонажа должно состояться в финальной серии сезона. Конечно, навряд ли тут идёт речь о каком-то волшебном воскрешении, ибо о дочках опера давным-давно умерла от рака, а шоу у нас не располагает каким-то именно магическим приблудом, способным вот так вот с бухты-барахты возвращать кого-то настолько далёкого из мёртвых, но, очевидно, речь пойдёт либо про очередной флэшбек, который раскроет подробности взаимоотношений Хоппера с дочкой, либо про очередной трип от Векны, который готов показать тебе всё, что ты хочешь, лишь бы ты клюнул на его удочку и делал то, что ему нужно. Относительно других персонажей, о которых тоже было бы неплохо вспомнить, в информационном поле новостей по шоу засветилась давно уехавшая в конце второго сезона Кали. Дело в том, что фанаты заметили, что Ноа Шнап подписался, то есть стал следить за страничкой актрисы, которая её сыграла. А это, в свою очередь, породило слегка забытую волну теорий о возвращении номер восьмой в пятом сезоне. Фанаты всё ещё надеются, что она сыграет важную роль в борьбе с Векной. Помимо старых вещей, которые мы уже знаем и видели, на горизонте событий промелькнуло нечто новое, связанное с флорой и фауной изнанки, что обещает появиться в сезоне. Речь идёт о вот этих вот криповых растениях, фото которых со съёмок были выложены в сеть. Занятно то, что Нел Фишер, играющая Холли и Джейк Коннелли, играющий нового персонажа по имени Дерек, в интервью, где они отвечали на вроде как безобидные вопросы, их спрашивали о том, какие им нравятся растения. То есть вопрос, с учётом появления вот этих вот фотографий, довольно-таки наводящий. И вот это вот всё в сочетании с ранними заявлениями даферов о возвращении к неиспользованным идеям второго сезона навело фанатов на мысль о том, что без старей изнанки в пятом сезоне может пополниться чем-то вроде мутировавших насекомоядных растений. То есть они уже будут не насекомоядными, а человекоядными, ну вы поняли. Учитывая то, что рожа Демагоргана в развернутом виде напоминает распустившийся цветок, это вполне возможно. Предполагаю также, что вот эти вот дырчатые ребята могут появиться как в реальной изнанке, так и, скажем, быть частью видения, созданным Векной, скажем, для Нэнси, или какого-либо другого персонажа, который просто страдает трипофобией. Раз уж мы упомянули Нэнси, то давайте и про неё поговорим. Похоже, что сестра Майка пойдёт добровольцем в больницу Хоукинса. Актриса была замечена на съёмках в этой локации в форме медсестры. Предполагается, что это может быть связано либо с исчезновением Холли Уиллер, либо, что даже более вероятно, с нападением Демагоргана на Карен Уиллер. Потому что, как мы выяснили в прошлых роликах, опираясь на фото её медкарты со съёмочной площадки больницы Хоукинса, маме семейство Уиллеров действительно может хорошенько прилететь от потусторонних тварей. Если продолжить беседу про больницу, то можно сказать, что туда будет много кто из главных героев заглядывать. И, вероятно, не раз. Последний раз у здания выступающего больницы Хоукинса была замечена Майя Хоук в образе Робин, что подъехала туда на машине Джойс. Фанаты предполагают, что Робин в этом сезоне будет частенько одалживать эту машинку для личного пользования, и, вероятнее всего, будет даже катать в ней саму Джойс. Потому что, опираясь на ролик со съёмок и фото от режиссёра Шона Леви, у поклонников всё больше закрепляется теория о том, что эти два персонажа будут новой комбинацией героев пятого сезона, которые расследуют всю эту происходящую дичь в городке вместе. Затем там же, на этой же съёмочной площадке, появился и Калиб Маклафлин, в образе, соответственно, Лукаса. Тут в целом ничего удивительного, разве что на некоторых снимках он был замечен в классическом образе своего персонажа с повязкой на голове, что как бы намекает на то, что там, возможно, будут происходить какие-то экшеновые действия. Но в остальном, Лукас по-любому будет проведывать Макс, поэтому его наличие в больнице вполне очевидно. Сам же актёр, кстати, на недавней фан-встрече, говоря об отношениях Макса и Лукаса, выразил своё крайнее беспокойство про целостность этой парочки. То есть он не думает, что всё для них закончится так, как мы хотели бы этого. Учитывая то, что актёры уже прочитали все сценарии сезона, а значит он в курсе того, что у них там будет, это вызывает некоторые опасения, но, тем не менее, где-то в душе всё ещё теплится надежда, что они сходят на обещанное свидание в кино. Вернёмся к медсестричке Нэнси, и что до неё, то в последнее время про её судьбу шли совсем неутешительные вести. В частности, они пошли от злополучного поста с анонимного форума 4chan, где в середине августа, когда у Нетфликс произошла серьёзная утечка данных, в ходе которой были слиты недоделанные эпизоды второго сезона Arkane, и начали активно распространять слух, что та же участь постигнет и финальный сезон очень странных дел, чего, слава богу, не произошло. В общем, я это к тому, что дальнейшая информация, которую я сейчас озвучу, является всего лишь догадкой тем, что может быть будет, а может быть и нет, а не каким-то стопроцентным вариантом. Но если всё же есть вероятность того, что это правда, то это, конечно, тогда будет серьёзным спойлером. Тем не менее, проверить сейчас мы всё равно это никак не можем, поэтому интрига сохраняется бешеная. А в случае, если эти догадки попадут в точку, то с выходом сезона можно будет сказать, круто, я об этом ещё полгода назад узнал. В посте с этого анонимного форума говорилось о том, что Нэнси будет именно тем персонажем, которого настигнет смертельная кара Векны. То есть он её уничтожит. К тому же, в какой-то момент антагонист будет вести себя крайне агрессивно и будет вообще раздавать люлей налево и направо. Во что очень даже можно поверить, учитывая вот эти фото со съёмочной площадки, которые говорят о том, что Векна в какой-то момент попадёт внутрь военной базы в центре Хоукинса и действительно устроит там полный хаос. Помимо этого, там было указано, что Векна будет прятаться в той самой церкви, новой локации сезона, что мы обсуждали в прошлых роликах, и считают, что именно там состоится одна из главных битв сезона. Там были замечены военные машины, и съёмки с бородатым хоппером в одной из этих машин там видели, а также очевидцы утверждают, что там будут присутствовать такие персонажи, как Коди, Майк, Уилл, Стив, Нэнси и Джонатан. Что-то ещё одной новой локации в виде радиостанции VSQK, в посте говорилось, что она нужна именно для обнаружения Векны в изнанке. Наши герои, скорее всего, проведут там не один день, а Мюррей Бауман, под видом водителя супермаркета Брэдли, будет, видимо, доставлять им туда продукты, о чём говорят фото со съёмочной площадки, где сыгравший его Брэд Гэлман как раз-таки одет в фирменную курточку этой сети местных супермаркетов. Что примечательно, и до этой радиостанции военные в какой-то момент доберутся. То есть раскроет это местоположение Оди и остальных, что можно сказать по фотографиям с недавно проводимых там ночных съёмок, где было замечено уйма военных хаммеров и осветительного оборудования. На последней фан-встрече с фанатами, Нуа Шнап сообщил о том, что они проводили недавно как раз-таки вот эти самые ночные съёмки, упомянул, что его персонаж, Уилл, намеревается в пятом сезоне оберегать Джойс. То есть в первых двух за него очень сильно тряслась Джойс, а теперь, по всей видимости, настал его черёд трястись за неё. Фанаты предположили, что возможно, в момент, когда военные ворвутся на радиостанцию и жизни маме Уилла будет угрожать опасность, младший Байерс защитит её, воспользовавшись силами, что он, возможно, получил или получит от тесного взаимодействия с истязателем. Напомню, что в какой-то период съёмок на этой же радиостанции снимали какие-то сцены с жуткими криками и просьбами Стива бежать отсюда поскорее, которые чем-то напоминали либо голос Уилла, либо голос Дастина. Если считать, что это Уилл, то, возможно, как раз-таки это и была часть этой сцены. Военные приехали, начали всё разрушать, всем мешать, угрожать жизни, и вот, собственно, Уилл и не выдержал. И, поддавшись влиянию истязателя, начал всех налево и направо гасить. Про Макс Мэйфилд в этом посте было сказано, что она останется в коме до последних эпизодов, но это не значит, что она никак не будет участвовать в происходящих событиях. То есть там как раз-таки поддерживается теория о том, что Мэйфилд будет помогать ребятам, копошась в сознании Векны, то есть его мысленной тюрьме, Майндскейпе. В последних пунктах этого поста в основном всё касалось истории с детьми, на которых сезон действительно, видимо, сконцентрирует своё внимание. Если вкратце, то военные, будучи уверенными в том, что во всём виновата Оди, для победы над ней пытаются создать ей подобных, а потому начинают похищать детей и ставить над ними эксперименты. Наши герои, чтобы уберечь деток, прячут их в амбаре на ферме. И, скорее всего, именно благодаря изнаночным туннелям, что остались со времён второго сезона, они будут вытаскивать детей из военной базы, проходя под ней. Что до Холи Уиллер, то Векна похитит её и унесёт в так называемую Страну Чудес, то есть затащит её в одну из своих очередных галлюцинаций. На последних фотографиях со съёмочной площадки Дома Криллов Нелл Фишер была замечена в голубом платье, которое как раз таки и напоминает то, что носила Алиса в сказке Льюиса Кэрролла. Обозначив эту ситуацию с военными и детьми, давайте углубимся в эту тему и постараемся разжевать эти моментики поподробнее, опираясь на то, что выстроили поклонники шоу, разбирая материалы со съёмок и пересматривая прошлые сезоны. Начнём с анализа ситуации с военными в Хоукинсе. Фанаты, внимательно изучая утечки и слухи, связанные со съёмками пятого сезона, выдвинули несколько интересных теорий. Одна из них касается военного присутствия в городе и роли загадочного учёного, которого играет Линда Хэмилтон. Для начала важно вспомнить, какую роль военные играли в очень странных делах, начиная с третьего сезона. Даже после закрытия национальной лаборатории Хоукинса Министерство обороны США продолжало наблюдать за городом, опасаясь возвращения так называемого зла. Доктор Оуэнс и подполковник Салливан были ключевыми фигурами в этой операции. Мы видели Оуэнса в действии в третьем сезоне, когда он привёл силы армии США для борьбы с советской угрозой. В четвёртом же сезоне главную роль сыграл Салливан, который после увольнения Оуэнса взял на себя ответственность за расследование сверхъестественных убийств в Хоукинсе. И теперь, уже в пятом сезоне, к ним присоединяется Линда Хэмилтон в роли учёного. Но зачем? Давайте разберёмся в текущей ситуации. Доктор Оуэнс уволен и больше не является официальным представителем правительства в борьбе со злом в Хоукинсе. Его увольнение стало способом вернуть военных в качестве угрозы в сериале. Подполковник Салливан – человек, который верит в силу и не доверяет учёным. Возглавляет операцию по мониторингу Хоукинса. Он считал, что может решить проблему грубой силой. Но события четвёртого сезона показали, что он ошибался. В конце четвёртого сезона открылись разломы, и изнанка начала вторгаться в наш мир. И теперь правительству нужно новое решение. И вот именно поэтому в пятом сезоне появляется персонаж Линды Хэмилтон – учёный, который, возможно, найдёт способ остановить изнанку. Как предполагают, персонаж Линды Хэмилтон, по всей видимости, новый научный сотрудник, работающий на Пентагон и занимающийся проблемой изнанки. Сразу скажу, что на последних фото со съёмок, где можно разглядеть дублёра Хэмилтон, видно, что по форме она всё же больше напоминает военную тётю, чем учёную. Но, так или иначе, она, предположительно, работает под началом подполковника Салливана и пытается найти способ устранить не только Векну, но и, возможно, саму Оди. Или изначально саму Оди. Дело в том, что после инцидента в пустыне Невада Салливан, скорее всего, убеждён, что Оди представляет собой угрозу. И Пентагону, естественно, нужно решить эту проблему с разломами и с этой могущественной девушкой, которая сбежала и теперь находится на свободе. Это, в свою очередь, ставит персонажа Линды Хэмилтон на сторону антагонистов. Так как доктор Оуэнс у нас на стороне героев, доктор Бреннер уже мёртв, хотя и ходят служки, что он ещё может вернуться, а Салливан один не тянет на роль полноценного главного антагониста. Тем более ситуация складывается так, что Салливану в любом случае нужна поддержка, потому что угроза сейчас намного серьёзнее, чем просто сбежавший подопытный. Но это не значит, что подполковник Салливан полностью исчезнет из сюжета. Информация и слухи о том, что он вернётся в пятом сезоне, конечно же, есть. Возможно, его роль будет заключаться в мониторинге Хоукинса и мобилизации сил в случае необходимости. Известно, что военные побывали много где, и вообще практически в каждой новой локации они появлялись, о чём я упоминал выше. То есть это нужно будет кому-то контролировать, поэтому без него навряд ли обойдётся. И какую картину происходящего в пятом сезоне мы имеем по итогу? События после предполагаемого временного скачка в большинстве своём развиваются осенью 87-го. Армия США разместила исследовательскую базу в центре Хоукинса, и город находится под их контролем. Военные сдерживали изнанку почти два года. И вот появляется учёный, а точнее учёная, которую сыграет Линда Хэмилтон, и которая, вероятно, работает под началом Салливана и возглавляет исследование разломов и изнанки. Теперь перейдём к самому интересному, методам, которые они используют для достижения своих целей в борьбе с потусторонними силами. Разломы. Огромные трещины, которые образовались по всему городу в момент, когда изнанка начала проникать в наш мир. С ними по-любому надо было что-то делать. Согласно утечкам, мега-разлом в центре Хоукинса, а также, вероятно, и все остальные разломы, были запечатаны военными с помощью специальных панелей. Именно так им удалось остановить распространение спор и тьмы из изнанки и вернуть Хоукинс к относительной нормальности. Но разломы, естественно, всё ещё там, и панели являются лишь временным решением, которые просто помогают скрыть от глаз проблему, и это значит, что угроза может вернуться в любой момент. Теперь перейдём к одному из самых тревожных моментов, который касается детей. Согласно утечкам, военные привозят детей в свой комплекс в центре Хоукинса. На съёмках, как сообщается, было задействовано более 70 детей. По сети даже гуляют кадры, где они выходят из автобуса военной полиции. Фанаты предполагают, что военные проводят над детьми какие-то эксперименты. Возможно, они пытаются искусственно создать людей со сверхспособностями, которые походили бы на Оди. Пользу этой теории говорит кастинг, в ходе которого для шоу набирали медсестёр с опытом работы в гематологии. То есть это может быть связано с изменением крови, вызванным воздействием потустороннего измерения, через которое в своё время прошёл Генри Крилл, о чём более подробно рассказывается в спектакле-приквеле «Первая тень», который я разбирал в одном из прошлых роликов. Получается, что, возможно, военные хотят создать собственную армию одарённых детей для борьбы с Векной, Оди или какими-то другими угрозами из изнанки. Но помимо этого считают, что они могли бы преследовать и какие-то совсем другие, более зловещие цели. То есть использовать это потустороннее оружие в каких-то более корыстных делах. Как это, например, намеревались сделать те же советы, приручая и изучая у себя в лабораториях демогоргонов и вот это вот чёрное полевое облако живых частиц, которые в совокупности представляют из себя настоящего истязателя. Ну и надо сказать, что, скорее всего, вся эта история для них выйдет боком. По крайней мере, фотография манекена-солдата со съёмок намекает на то, что эксперименты могут быть чрезвычайно опасными не только для детей, но и, собственно, для самих военных. Последней деталью, связывающей военных, детей и наших главных героев, считают нового персонажа сезона в виде Дерека. Этот герой добавляет ещё больше интриги в историю пятого сезона. Он живёт в богатом особняке и, судя по всему, как-то связан с экспериментами военных. Фанаты предполагают, что наши герои пытаются его защитить. Фургон радиостанции VSQK, который стал их новым транспортным средством, был замечен как у особняка Дерека, так и на ферме, где прячутся ребята. Возможно, они заранее, предугадав действия военных, выкрали Дерека из особняка. Учитывая то, что Дерек второстепенный персонаж, фанаты предполагают, что, несмотря на все усилия его спасти, в конце концов, его может постичь печальная участь, аналогичная новым второстепенным персонажам четвёртого сезона, большинство из которых в нём же и откинулись, либо из-за конкретно Векны, либо под воздействием любых других потусторонних факторов. В слитых материалах также есть кадры перестрелок в лесу изнанки и фотографии военных у лаборатории Хоукинса, которые мы разбирали в прошлых роликах, поэтому в пятом сезоне нас по-любому ждёт масштабная битва между армией и силами изнанки. И, возможно, дети со сверхспособностями окажутся в самом центре этого конфликта. Ну а что думаете вы по этому и многим другим поводам, что мы с вами сегодня обсудили, пишите в комментариях. Знаю, что ролики в последнее время выходят крайне редко, и, скорее всего, такая тенденция сохранится надолго, так как сейчас, в отличие от, скажем, года назад, создание роликов более не является моей основной деятельностью, ибо без возможности монетизации своих трудов мне нужно уделять своё время более приоритетным финансовым задачам. Но, так или иначе, делать контент мне нравится, и, конечно, я буду стараться хотя бы раз в месяц или просто по возможности, но делать ролики на этот канал. К тому же, если что, намного чаще со мной можно повидаться на прямых трансляциях, где мы с ребятами проходим различные игры и просто общаемся на различные темы. Поэтому заглядывайте, все оповещения о том, когда трансляции и о многом другом можно узнать в моей телеге. Ну, а если вы всё-таки хотите помочь мне и дать буст для развития, то, конечно, меня всегда можно поддержать на бусте. Либо подпиской, либо просто единоразовым донатом. Конечно же, ни в коем случае не упуская возможностей поблагодарить тех, кто поддерживает канал уже не первый месяц. А чтобы в случае чего меня не потерять, не забывайте подписываться на другие соцсети, такие как паблик ВК со всякой всячиной, касаемой как мира кино, так и игр, Яндекс Дзен, где, если что, можно посмотреть полную версию ролика, если вдруг на Ютубе что-то вырезали из АП, и даже ТикТок. Все ссылки на самые необходимые ресурсы можно найти в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok